Привет, друзья! Сегодня у нас видео-вопрос от нашего зрителя. Андрей, привет и вам! Андрей прислал нам небольшой сюжет, в котором заснял свою кошечку и котят. И спрашивает, когда начинать прикорм котят, чем это лучше делать, когда обработать от глистов, когда вакцинировать и когда можно раздавать котят. Я отвечу на его вопросы, но вначале посмотрим этот сюжет. Итак, поехали! Ну вот такая Китя. Китя Скотти Штрайт. Зовут Элис. Неделю назад родила котят. Сейчас котятки отдыхают. Мы немножко позируем. Вот. У нас тут основные рабочие четыре места. Перед родами было их десять. Сейчас, за неделю, четверо котят. Видно, сосут только эти места. И у нее остались только эти четыре. Других никаких не осталось. Вот такой сухой корм она предпочитает. Пробовали другие, но вот этот ей хорошо подходит. Она хорошо его кушает. Из влажных кормов. Вот ей нравится такой филино Порто 21. Курица с алоэ. Есть еще второй корм. Жозера для котят и для беременных кошек. Но она его не особо любит. Его кушает наша вторая кошка. Ну и рассчитываем такой покупать для котят, когда немного подрастут. Также из влажных даем гурме. Именно рафинированное рагу с курицей. Даже если она не очень хочет есть филины, курицу с алоэ. Если немного еще добавить гурме, то съедает полностью. Ну а вот один из представителей потомства. Вот прибежала сразу. Как это? Да, мяу! Мяу, как это? Вот заботливая мама. Не знаем, насколько ей будет хватать молока. Может китик надо будет маленьких чем-то подкармливать. Мы с этим впервые столкнулись. Поэтому хотелось бы знать, как, когда, чем начинать. Вот только глазки начинают прорезаться у китьки. Второй день, как, еще не полностью открылись. Вот, ладно. Положу китьку к его братикам и сестрам. Тут вот домик, тут им хорошо. Он сразу успокаивается. Спят все вместе. Кушают тоже. Но не с каждой титьки. У них у каждого свой сосок. Они предпочитают есть именно с него. Иногда даже к другому прикладываешь. Он не будет брать. Пока свой не найдет. Согласитесь, друзья, красивая Элис и котята замечательные. Кстати, Сэммич лежит рядом со мной. Передает привет Элису. Она ему понравилась. Начнем с кормов. Смотрите, Андрей, вы используете Жазера. Это корм среднего качества по составу. Это неплохо и нехорошо. Если он подошел к вашей кошке, в каком плане, нет ни рвоты, ни поноса, ни зуда, никаких негативных изменений, то корм вполне хороший. Можете кормить. А вот, что касается влажных, то один из них хороший, это филина, а второй, гурмел, не очень. Он ближе к эконом-классу относится. Если вы его даете в небольшом количестве в качестве повышения аппетита для затравки, как говорят, то можете давать, в том случае, если он не вызывает, опять же, негативных последствий. Таких, как я перечислил буквально минуту назад. Когда начинать прикорм и чем это лучше делать? Смотрите, котенок рождается недоношенный, условно говоря. Ему еще нужно примерно месяц, чтобы сформировались органы системы, появилось зрение, слух, прорезали зубы и примерно к месяцу он уже готов к потреблению другой пищи, кроме молока. До этого момента лучше все-таки кормить молоком. Материнское молоко заменить практически невозможно ничем. Есть, конечно, заменители, но они близко даже не подходят к материнскому молоку. Оно хорошо усваивается, обеспечивает всем, чем нужно организм и при этом защищает еще от инфекционных заболеваний, потому что содержит иммуноглобулины. У вас 4 котенка. Это небольшое количество, поэтому кошка должна справиться с этими котятами. Единственное, наблюдайте. Котята постоянно должны набирать массу. Каждый день они понемногу должны увеличивать массу. Если вдруг начнут суетиться, как-то пищать, плакать, терять вес, ну можно их взвешивать полностью, кантер взять или весы и всех четверых взвешивать, а потом наблюдать за прибавлением массы. Какие-то изменения увидите, ищите проблему либо у кошки что-то с молоком, либо у котенка он не может получить, переварить молоко. Продержались вы до 4 недель, до месяца, грубо говоря, начинаете прикорм. Прикорм, если вы будете давать промышленные корма, готовые, можно начинать с муссов. Есть специальные муссы, производят их различные фирмы. Конкретную марку не буду говорить, чтобы не обвиняли меня в рекламе. Найдете. Единственное, обратите внимание на состав, как выбирать корм и мусс в том числе. Ссылка будет в описании. Если не смотрели, перейдите, посмотрите. Даете вначале небольшую горошинку этого корма детского, и затем горошинку на одного котенка. И затем следите за реакцией. Не должно быть вздутия живота, какого-то поноса. Но единственное, да, вы понос можете не заметить, потому что кошка ухаживает за котенком. Но если он интенсивный будет, все равно следы какие-то появятся. Вздутие, суета у котенка, как-то он будет беспокоиться. Значит, что-то не так, что-то не подошло. Если негатива нет, на следующий день даете больше этого прикорма. И с каждым днем больше и больше. Параллельно от молока материнского не отлучайте. Тут важно, чтобы котенок получал и материнское молоко, и прикормку. И так вы где-то дойдете до полутора месяцев. Потом уже можно пробовать давать сухой корм. Вот этот, который у вас есть, джазера для кормящих матерей и котят. Может быть, котенок не будет его сразу кушать. Можно его размочить или в кефире, или в молочке. Но там уже будете пробовать. И тоже такой же механизм. Все постепенно, любой новый продукт вводите постепенно. К двум месяцам котенок уже самостоятельно может обходиться без материнского молока. Примерно в этом возрасте его можно отдавать. Лучше чуть попозже. В два-в два с половиной месяца. Второй вариант. Вы не хотите приучать кормам, а хотите натуральной пищей. Тогда можно начинать также с месяца. Можно кисломолочки давать, кисломолочные продукты, творожок нежирный, кефир, ряженку, йогурт несладкий. И потом постепенно, к полутора месяцам, можно уже давать мясо. Мелко нарезанное, это может быть филе куриное, говяжье филе, нежирное. А к двум месяцам, в принципе, котенок готов кушать взрослую пищу. Когда делать прививки? Первая прививка делается 8 недель. До этого, за 10 дней, нужно обработать от глистов. Препараты от глистов различные, мы пока на этом не будем останавливаться. Обработали от глистов, через 10 дней привили 8 недель, а потом повтор делаете через 3 недели. Но это затянутая такая вот схема. Тогда у вас котята пробудут почти более 3 месяцев. Можно по-другому поступить. Если вы договорились в своем городе, вот рядом живут люди, котят будут забирать, вы можете приучить его к питанию, чтобы он автономно питался, и потом уже перенесли к себе и там привили. Если будет ехать котенок куда-то далеко, то, конечно, непривитого котенка отправлять опасно. Он может заразиться и заболеть. Вот так вот, Андрей. Я надеюсь, ответил на ваш вопрос. Если что-то упустил, то, конечно, в комментариях добавьте, я вам обязательно отвечу. И послушаем нашего эксперта Сэммича, что он думает по этому поводу. Пока, друзья, и спасибо, Андрей, за ваш видео-вопрос. Пока. Ух ты, какая кися. Хм, красивая. Что значит не подглядывай? Я уже взрослый, в принципе, так котик. Ну, ну ладно, ладно. Ну что, что, уже можно смотреть? Нельзя еще? Можно? А когда же можно будет? Хм? Ах, какая кися. Слушайте, я вот еще что хотел сказать. Мне вы, значит, покупаете проплан. Я все-таки звезда Ютуба. Горбачусь тут на двух каналах. Кстати, к слову говоря, мы возобновили работу над своим вторым каналом. Серега и Сэм, так что заходите. Ссылка там, в рекомендованных. Так вот, я горбачу, значит, а мне покупают такой себе корм. Хм, а тут киси получше корм дают. Где же справедливость-то? М? Вот это мне интересно. Продолжение следует...